Здравствуйте, Овны! Это прогноз для вас на апрель 2022 года. Я хочу рассказать о том, что в этом месяце у вас произойдут несколько важных событий. Они будут связаны с лунациями. Это новолуние. Оно произойдет 1 апреля в вашем знаке в 12 градусе. Овна. И полнолуние произойдет 16 апреля в 27 градусе весов. Почему оно тоже вас задевает? Да потому что у вас, получается, знак, который противолежит вам, это весы. А это знак, который является очень важной зоной вообще на зодиакальном кругу для вас. Он символизирует ваших партнеров, ваших конкурентов, важных для вас людей, в том числе и ваших непосредственных врагов. Поэтому если там что-то происходит, какая-то планета по этой зоне ходит, или происходит там, например, затмение, полнолуние, новолуние, то и в вашей жизни может произойти важное событие, связанное с другими людьми. Так что в целом у вас весь этот месяц имеет отношение к отношениям непосредственно. Как, в принципе, и прошлый месяц. Если вы смотрели мой прогноз на прошлый месяц для вашего знака, вы знаете о том, что я и в прошлый месяц говорила о том, что в отношениях будут какие-то значимые события в вашей жизни. Но, собственно, в этом месяце они также продолжают звучать, но уже за счет просто других агентов, скажем так. То есть если в том месяце это было соединение вашего управителя с планетой Венерой, который отвечает за любовь, то в этом месяце это как раз про солнечно-лунный цикл, который попадает на ось Овен-Весы и таким образом возбуждает всю взаимосвязь вас с другими людьми. Поэтому у вас в вашем календаре должно быть отмечено новолуние 1 апреля как значимый день, в который вы можете начинать какие-то, ну, может быть, не в этот именно день, но, пожалуй, 2 апреля. Это день, когда надо начинать какие-то новые проекты. Таким образом вы на весь апрель заложите возможность, необходимость реализации какого-то значимого события для вас. Ну, я надеюсь, со знаком плюс. Если вы, тем более, с самого начала возьмете все под контроль, ну, с первых чисел апреля всю эту ситуацию, то она явно пойдет по тому сценарию, который вы задумали. Второе важное событие, как я сказала, будет в середине апреля, связанное с отношениями с другими людьми. И здесь для вас выяснятся какие-то интересные подробности в отношениях с этими людьми. А значит, вы можете получить необходимую информацию, вы можете с кем-то начать взаимодействовать или, напротив, закрыть для себя тему какого-то ненужного, пустого общения. Помимо этого, имеет смысл обратить внимание еще на несколько событий. С 5 по даже с 4 где-то по 10 апреля есть аспект между Марсом и Сатурном, вашим управителем, и планетой Сатурн, который отвечает за, ну, знаете, такой стойкий, хороший, качественный, измеримый результат. Я имею в виду планета Сатурн, отвечая за это. И если она соединяется с нашим управителем, это один из признаков того, что именно мы пытаемся, не пытаемся, а получаем выгоду непосредственную от подобного аспекта. Значит, получается, что вот у вас где-то в районе 5-10 апреля будет хороший, качественный результат от сделанной работы, если вы начнете ее проделывать или какой-то новый этап в ней начнете проделывать где-то в районе 2 апреля. Далее ваш управитель планета Марс будет в хорошем аспекте с планетой Меркурий в районе 8 апреля, и поэтому где-то до 10-11 апреля вас ждет время разговоров, общения, получения значимой для вас информации. А также вполне возможно здесь намечаются и какие-то небольшие, но очень выгодные поездки, командировки. Так что если есть необходимость, например, распланировать апрель так, чтобы еще туда вместилась и поездка, то хорошо бы ее запланировать именно в этот период, где-то с 5 по 11 апреля. В районе 15 апреля ваш управитель планета Марс переходит в новый знак. До этого планета находилась в знаке Водолея с 6 марта, начиная, да? А сейчас 15 апреля планета Марс переходит в знак Рыб. В Рыбах планета Марс будет пребывать у нас до 24 мая, то есть почти до конца коридора затмений. И весь коридор затмений, а он начнется с 16 апреля и закончится 30 мая, вы проживете в периоде, когда ваш управитель будет в водном знаке. Ну, вообще, планета, знак, знак Нептун, планета Нептун, знак Рыб, вот. Что-то никак не соберусь с мыслями. Они меня, они перебивают друг друга в моей голове. Так вот, знак Рыб для вашего управителя планеты Марс это такое, ну, напряженное положение, надо признать. То есть сказать, что невыгодное абсолютно нельзя, но сказать, что при таком положении он верой и правдой, ваш управитель планета Марс, будет вам слушать, тоже не могу. Неудачное, скажем так, для вас положение дел получается в коридоре затмений. Это не значит совершенно, совершенно не значит, что для вас этот коридор будет нехорошим, что он принесет вам какие-то большие серьезные проблемы. Об этом я еще расскажу о коридоре затмений подробнее для каждого знака. И вы узнаете о том, как я вижу этот коридор именно для вас. Но могу сказать, что скорее всего, судя по положению вашего управителя в водном знаке, он вам запомнится очень эмоциональным временем, временем переживаний и временем, возможно, получения какой-то пищи для развития каких-то страхов в вашей голове. То есть по положению Марса я могу предположить, что это не будет самым продуктивным временем, вторая половина апреля и весь май. Но опять-таки это общий фон, за которым может скрываться очень много нюансов, очень много периодов, когда тем не менее можно будет реализовать все эти задачи, которые вы хотите. Тем более на ваше счастье коридор затмений и сами затмения происходят и возбуждают знаки, которые не имеют к вам отношения. Это ось Телец-Скорпион, она от вас соседняя, поэтому пока что вы еще не так сильно задеты затмениями, как это будет, например, буквально уже через два года. Так что у вас еще есть время более-менее в таком свободном режиме реализовывать то, что вы хотите. Телец. Ну, для вас, Тельцы, этот месяц будет, безусловно, достаточно важным временем, потому что все-таки в этом месяце у вас, у нас у всех происходит солнечное затмение, а для вас оно значимое ровно потому, что оно происходит в вашем знаке, в знаке Тельца. Напомню, что произойдет оно 30 апреля 2022 года, это затмение, и потом еще в мае опять-таки будет резонансное для вашего знака затмение, правда уже в знаке Скорпиона, но наверняка вы знаете о том, что вы находитесь напротив знака Скорпиона на зодиакальном кругу, а это значит, что все то, что происходит в Скорпионе, так или иначе отражается на вас, потому что вы для этого знака резонансны, как и он для вас. Ну что ж, если мы говорим, что солнечное затмение будет в самом конце, то немножечко его обсудим попозже, да, а сейчас я могу сказать о том, что все-таки этот месяц достаточно важный, и с самого начала он будет ровно таковым. Но вот обратите внимание, что ваш управитель, планета Венера, уже в районе 5 апреля меняет знак. Если до этого момента, с 6 марта, начиная по 5 апреля, она ходила по Водолею, и это было для вас положение ее не очень удачное, а все-таки мы сильно зависим, ну, некая атмосфера жизни, в которой мы пребываем, сильно зависит от того, в каком знаке наш управитель находится в данный момент времени, то Венера, попадающая в рыбы, для вас очень удачное положение, хорошее, резонансное, при котором вы можете получить действительно хороший отклик. Отклик и в ваших намерениях, и в ваших делах, и в личной жизни, и в деньгах. Так что я полагаю, что начиная с 5 апреля, если даже и было какое-то напряжение, если даже и было ощущение, что что-то не так происходит в вашей жизни, то я думаю, наверняка ситуация постепенно начнет меняться в лучшую сторону. Далее, какая-то такая возможность проявить себя, получить нужную информацию. Более удачный период переговоров начнется с 11 апреля, когда планета Меркурий перейдет в ваш знак, и будет Меркурий там до 30 апреля вплоть. Вот, так что всю вторую половину апреля вы красноречивые, вы разговорчивые, вы умеете донести информацию, не умеете, а имеете возможность быть услышанным и донести информацию до других людей. То есть удачное время для того, чтобы продвигать свои идеи, для того, чтобы даже создавать, инициировать те разговоры, которые вы опасаетесь начинать, ну, потому что у вас, например, недостаточная аргументация, вообще это некие такие ваши страхи, вы таким образом будете рассказывать другим людям. Ну, в общем, ощущение, что это невыгодный для вас разговор, но тем не менее, вот именно начиная с 11 апреля, он вполне может повернуться в вашу сторону. Обратите еще внимание на полнолуние. Оно произойдет в районе 16 апреля. Оно, правда, будет в знаке весов, но это не так значимо для вас, как то, что оно включает два аспекта. Аспект между вашим управителем и планетой Уран, и вашим управителем и планетой Меркурий. И вот, опять-таки, в районе именно полнолуния, начиная где-то с 15 апреля, заканчивая 20 апреля, будет какое-то время неожиданных событий, может быть, даже несколько курьезных, но достаточно для вас удачных, прям вот удачных событий. Пожалуй, вот этот период, начиная с 15 апреля по даже где-то 19-20, это наиболее удачное время в этом месяце. И это время, когда начинает звучать очень сильно уже для вас затмение. Так что это затмение солнечное, оно произойдет в 11 градусе Тельца, имеет смысл обратить на него внимание всем Тельцам, но, пожалуй, тем, кто родился в период, сейчас я этот период назову, то есть у этих людей, которых я сейчас буду называть, наиболее сильный резонанс это с 29 апреля, кто родился по 3 мая, вот у вас резонанс сильнее всего идет по затмениям, вот для вас сильнее просто эта информация будет звучать, то есть ситуация, начиная где-то с 20 апреля для всех Тельцов складывается так, что будут происходить какие-то плюс-минус судьбоносные, важные, значимые события. Иногда вы будете понимать, что вы совершенно вообще ничего подобного не ожидали и точно не пытались даже инициировать этого, то есть все само по себе в жизнь приходит, но это естественная функция затмений, затмение это важная часть жизненного пути, и в этих точках, в точках затмения происходит некий слом ситуации, вне зависимости от того, желаем мы того или нет. Так что если у вас особенно была какая-то сложная жизненная, например, ситуация, то вполне возможно, что затмение как раз-таки очень даже вам будет на руку и эту ситуацию закончит. Вполне возможно, что в это время затмение что-то напротив начнет в вашей жизни, и особенно это значимое начинание будет для тех, вот кто родился в те даты, которые я сейчас только что обозначила и назвала. Не всегда затмение приносит только лишь все плохое, ни в коем случае. Затмение абсолютно разный характер и качественное влияние на нас оказывает. Иногда и очень позитивное, иногда достаточно негативное, но все зависит от некой такой совокупности, той прогностики, которая существует именно в нашей личной судьбе. Поэтому только лишь по одному затмению на небе невозможно судить о том, как оно скажется на вас. Но имеет смысл поменьше инициировать события именно во второй половине апреля для всех, без исключения тельцов, но особенно для тех, кто попал в даты резонансные с затмением, ну по рождению своему. Вот, имейте это в виду. И у Венера будет аспект вашего управителя, аспект к Нептуну. Соединение будет в районе 27 апреля. Я думаю, что как раз у многих в период солнечного затмения, у многих тельцов будет какое-то значимое событие, связанное с темой любви или творчества. Но если это тема любви, то с большой вероятностью это тема влюбленности. Вообще Нептун всегда приносит очень-очень такое яркое, романтическое чувство и желание раствориться в любимом человеке. Так что с большой вероятностью, уважаемые тельцы, именно это вас и ждет. Еще будет у меня прогноз отдельно на затмение, на коридор затмения. Еще я немножечко расскажу вам в нем, что будет происходить. Так что не уходите с канала, подписывайтесь на него, если вы еще не подписаны. Жмите на колокольчик для того, чтобы знать о том, что выходит новое видео. И до новых встреч. До свидания. Близнецы. Для вас, близнецы, этот апрель будет временем значимым, ровно потому, что сейчас планета, которая отвечает за ход вашей жизненной истории, в некотором смысле, по крайней мере, ее описывает, обозначает определенные значимые вехи, идет на самой своей высокой скорости. А значит, у вас по большому счету сейчас нет никаких преград. Есть какие-то естественные моменты, которые связаны с затмением. Вы знаете, что коридор затмений начинается в районе 16 апреля. Первое затмение мы будем проживать 30 апреля. Поэтому вся вторая половина апреля – это уже затменная часть апреля, затменный период. А в затмении всегда происходит некий слом вот такого жизненного тренда, жизненного сюжета, в котором мы находимся. Иногда этот слом достаточно мягкий, и он не приводит к серьезным последствиям. Иногда достаточно жесткий и прям круто разворачивает вообще наши всежизненные планы на 90 градусов. Опять-таки, по общему прогнозу сказать, какой это именно апрель для вас будет, то другое или совершенно нейтральное, невозможно, потому что небо под 8 миллиардами людей одно и то же. Но для того, чтобы нам понять некий тренд в отдельно взятой судьбе, нам просто нужно рассматривать карту рождения. Поэтому я всегда говорю, тем более для вас, как для любопытствующего знака, который любит всякую разную информацию, хотя и вы, понятно, что все-таки с уклоном на такую аналитику, с уклоном на такую правдоподобность и некую научность. Но, тем не менее, я думаю, что если вы дадите себе возможность понаблюдать за своей картой рождения, возможность понаблюдать за прогнозами, за естественными циклами и ритмами планеты, то вы увидите эту взаимосвязь, и она вас вдохновит ровно так же, как она вдохновляет всех астрологов, да, и любителей астрологии, и профессиональных астрологов, и любителей астрологии. Меркурий в этом месяце проходит сразу несколько знаков. Первый знак – это будет Овен. Буквально первые 10 дней апреля он будет в знаке Овна. Так что наиболее яркое время вас ждет ровно тогда. Это время, когда вы крайне работоспособны, вы очень коммуникативны, вы много говорите, много общаетесь, много спорите. Но, в принципе, ни к чему плохому это не приводит. Наоборот, это удачное стечение обстоятельств. Второй период – это период, когда Меркурий проходит знак Тельца. Вот это с 11 апреля по 30. 30-го он попадает в ваш знак. Кстати, в этом знаке, в знаке Близнецов, уже в мае месяце Меркурий застревает. В том смысле, что здесь он становится медленным. Потом переходит ретроградное движение. И в мае же месяце выходит из вашего знака, пройдя буквально первые 4 градуса, и проходит опять знак Тельца. Поэтому обратите внимание на знак Тельца, на период с 11 апреля по 30-е. Потому что это, видимо, важный период, который еще не раз, не то, что не раз, но который еще отзовется вам. То есть все прожитое, весь прожитый опыт, все полученные здесь ситуации и уроки, еще вернутся к вам во второй части мая. И это имеет смысл иметь в виду, когда вам кажется, что вы закрыли какую-то ситуацию. Когда вам кажется, что, например, вы там решили какой-то вопрос одной левой, или вообще отмахнулись от этого. Имеет смысл понимать, что, вероятно, не отмахнулись. И особенно, если вы несерьезно отнеслись к задачам второй части апреля, с большой вероятностью они вернутся к вам во второй части мая. Напомню, это будет тоже коридор затмений в это время идти. Так что там все достаточно такое судьбоносное. Не могу сказать, что фатальное, но, понимаете, может приобретать, если это проблема, задача, это может в коридоре затмений приобретать хронический характер, который нас будет преследовать постоянно. Но то выходить в ремиссию, то опять в рецидив. В общем, нужно с одной стороны не нагнетать ситуацию, но с другой стороны обязательно решать проблему по мере поступления этой проблемы. Что еще хочется здесь сказать? Вот вторая половина месяца, обратите внимание здесь вот на какие даты. Район 16-19 апреля, вот этот период, вот этот район в апреле, это время, когда будет очень интересное какое-то знакомство, совершенно внезапное, вообще вами не предугаданное, но человек на вас произведет очень приятное впечатление. Это может быть время, когда просто какая-то ситуация придет в вашу жизнь, и она сыграет очень благоприятную роль в ней. Вот имейте это в виду, как бы здесь вот стоит рассчитывать на какое-то благоприятное стечение обстоятельств. Период с 23 по 30 апреля. Очень благоприятный период. Мне кажется, что это, пожалуй, самое интенсивное время в этом месяце, и оно может принести наиболее значимые результаты. Опять-таки, обращу внимание на то, что это все-таки коридор затмений. Здесь многое решаем не мы, а решается за нас. Это стоит учитывать, когда вы понимаете, что вы потеряли контроль над ситуацией. С большой вероятностью так было задумано, если так можно сказать. Но с другой стороны, вот эти аспекты, которые Меркурий в это время делает, они очень удачны для коллективной работы, для получения больших результатов и для хорошего, очень благоприятного заработка. Рак. Для вас раки – это будет важный месяц, потому что произойдет три лунации, новолуние, полнолуние и солнечное затмение. Так что у вас месяц наполнен событиями, наполнен жизненными перипетиями и ситуацией, которые могут вас достаточно сильно беспокоить. Это с одной стороны. С другой стороны, такие периоды дают нам возможность наконец изменить что-то в нашей жизни, дать некий, дают нам некий толчок для того, чтобы перемены обязательно произошли. Поэтому в этом плане месяц на самом деле у вас достаточно удачный. Обратите внимание на те периоды, которые вам могут принести какие-то перемены. В первую очередь, я давайте расскажу о некоторых рисках. Ну, во-первых, вот новолуние, которое произойдет 12 апреля и полнолуние, которые, извините, 1 апреля в 12 градусе Овна, и полнолуние, которое произойдет 16 апреля в 27 градусе Весов, это время, которое для вас достаточно напряженное. Вот эти два дня. Они, с одной стороны, могут принести значимые новости, но, с другой стороны, эти новости могут очень сильно обрубить ваш оптимизм и энтузиазм. Особенно это касается новолуния, который вот произойдет 1 апреля. С другой стороны, вот как раз-таки новолуние 1 апреля дает возможность двигаться вперед. То есть оно дает тот самый импульс, может быть, через не хочу, может быть, через какой-то страх что-то упустить, который приводит к каким-то результатам. Так что вот я бы, наверное, все-таки рекомендовала вам даже сейчас негативную ситуацию использовать себе во благо и идти вперед даже при том, что вы понимаете, например, что вы не самые ресурсные сейчас находитесь в ситуации, у вас нет достаточных знаний, умений, денег, времени. Но все равно пускаться – это некая авантюра. Но поверьте мне, что вообще, в принципе, этот апрель, он требует того, чтобы мы были в состоянии какого-то риска находились. Особенно водные знаки. И, конечно же, солнечное затмение. Солнечное затмение у вас очень такое, я не скажу, что неблагоприятное, оно просто, пожалуй, не очень такое с виду понятное, как оно на вас будет действовать. С одной стороны, знак, в котором оно происходит, телес достаточно благоприятный для вас. С другой стороны, вполне так может быть, что несмотря на то, что вы по солнцу рак, у вас могут быть какие-то значимые точки, значимые элементы в фиксированных знаках, в том же тельце, в том же скорпионе, льве или водолее. И тогда это будет для вас куда более резонансное, но не очень благоприятное в таком случае затмение. Поэтому здесь надо понять карту рождения. Но в целом, если мы говорим про ваш солнечный знак, то телец благоволит раку. Так что такое, ну, первое впечатление от затмения, которое будет происходить 30 апреля, благоприятное для вашего знака. Для чего подойдет это затмение? И вообще тогда вся вторая половина апреля, это для решения финансовых, материальных вопросов, вопросов недвижимости. Ну, хорошее, по крайней мере, время для вас потенциальное. Опять-таки говорю, что стоило бы, конечно, проверить наличие резонансных точек в фиксированных знаках. Еще что-то здесь можно, ну, скажем так, выделить. Это то, что черная луна переходит в ваш знак, в знак рака. С 13 апреля этого года по 8 января следующего года черная луна будет в знаке рака. Да, ну, это, знаете, тоже такое для вас событие даже не апрельского значения. Вы понимаете, да, что это там ближайшие 9 месяцев для вас некое такое испытание, потому что у каждого рака будет тот период, те та неделя или полторы недели, когда черная луна будет двигаться по соединению как минимум с одной планетой, но самый важный в нашем гороскопе это с Солнцем. Ну, это не планета, даже осветило. Так что, да, для раков наступает такой час икс в какой-то степени. Для совсем ранних раков это может быть, конечно, и вот уже в апреле наступит, кто прям в самых первых градусах рака родился. Но я не думаю, что как бы все сразу почувствуют на себе это влияние черной луны, потому что это все-таки не реальная планета, нет физического тела, это фиктивная точка, а значит, все это происходит из-под воль, это все происходит очень незаметно, тихо, мягко, но вот ранние совсем раки уже могут сейчас это почувствовать на себе. Что будет происходить, когда черная луна будет двигаться по вашему знаку? В какой-то момент времени каждый из раков будет на себе чувствовать вот это вот сильное влияние черной луны. Будет ощущение, что появилось желание, огромная потребность, совершенно неистребимая, сделать что-то такое, к чему, ну, в общем-то, может быть, не было никогда тяги. А может быть, тяга и была, но вы ее в себе очень, ну, пытались как-то вот ее усмирить, вы с ней были не согласны, в общем, вам кажется, что это искажение ваше, что это какая-то дурная ваша черта. И вот это какая-то дурная ваша черта, вот это то, с чем вы постоянно справлялись и, в общем-то, побеждали это, может выйти на поверхность. Да, черная луна, она про то, чтобы выводить на поверхность некую нашу теневую сторону, да, так что обратите на это внимание, но опять-таки скажу, что для большинства раков это не ситуация, вот, непосредственно апреля. Зато для всех раков непосредственно в апреле вопрос отношений станет очень значимым, и, скорее всего, он будет со знаком плюс идти большим, потому что Венера будет ходить по знаку рыб, а знак рыб для вас очень благоприятный. Это знак побратива, вы с ней находитесь с этим знаком в одной стихии, да, поэтому вы друг друга прекрасно понимаете. Так что у большинства раков это еще и апрель, это еще и время любви. Венера имеет отношение, кстати, к благосостоянию и финансам, так что я думаю, если вы, уважаемые раки, захотите финансовую тему как-то улучшить, да, здесь подтянуть вопрос, то вы вполне можете это сделать и реализовать. Лев. Для вас львы это тоже значимое время, потому что ваш управитель, наша звезда Солнца, будет три раза звучать очень ярко в новолуние 1 апреля, 16 апреля в полнолуние и в солнечное затмение 30 апреля. Итак, три точки проходят значимых ваш управитель, а значит, как минимум три раза за этот месяц у вас могут произойти какие-то тоже значимые ситуации. Однако я обращу все-таки внимание, что скорее всего вторая половина месяца вообще будет более для вас такая потенциальная с точки зрения каких-то изменений, с точки зрения какого-то влияния, чем первая. Почему? Потому что во второй половине месяца начинается коридор затмений, если вы знаете, да, он начинается 16 апреля, само затмение будет 30 апреля, а второе затмение уже будет в мае, и в мае коридор этот и закончится, но весь май он займет. И у вас тоже в связи с тем, что эти затмения происходят на оси телец-скорпион, а это для вас ось очень яркая, это для вас ось, которая звучит напряжением, через которую вы получаете всегда серьезные задачи, серьезные вызовы, то и в вашей жизни начинается время вызовов, время серьезных задач и время препятствий. Ну, не знаю, насколько я сейчас вас обрадовала, надеюсь, что вы подошли к апрелю в ресурсном состоянии, потому что если вы не в ресурсе, то, конечно, все то, что будет происходить, будет намного сложнее вами переживаться в таком случае. Опять-таки могу сказать, что не на всех солнечное затмение одинаково будет действовать из вас, да, те из вас, кто родился в Пире, кто родился в период с 1 по 6 августа, будут на себе наиболее сильно это чувствовать, это затмение во второй половине апреля, уже будет это чувство, это ощущение, но напряжение и такое фоновое препятствие будут ощущать, конечно, на себе все львы. Однако есть все равно те периоды, в которые имеет смысл что-то предпринимать, предположим, первые 5 дней апреля очень удачные для вас, вам стоит побольше разговаривать, вам стоит быть красноречивым, вам стоит защищать свою точку зрения и презентовать свои идеи, потому что у вас все обязательно получится в этот период, действительно удачное время. Какие-то обязательства вы можете на себя взять, с другой стороны, вы можете получить помощь от людей более высокого ранга, чем вы, которые лучше разбираются в вопросе или имеют больше ресурсов для решения этой задачи, в период с 12 по 16 апреля, тоже обратите внимание на этот период. Ну, а самое такое серьезное напряжение стартует у вас с 17 апреля до конца этого месяца. Дева. Дева, для вас этот месяц достаточно важный, потому что затмение, которое произойдет хоть и в самом конце месяца, но происходит в знаке, который имеет отношение к той же стихии, что и вы. В знаке тельца, да, и вы, и телец в земной стихии, поэтому затмение достаточно сильно резонирует с вашим знаком и может принести прям желаемые результаты. То есть, понятно, что ну, некое заключение о вашем личном положении дела, о вашем личном прогнозе, можно делать только на основе вашей личной карты рождения. Но если мы говорим именно о знаке, то для вас этот месяц может быть крайне удачным, но особенно вы почувствуете некое такое улучшение ситуации, начиная с 11 апреля. Дело в том, что 11 апреля Меркурий перейдет в знак тельца и будет он там как раз вплоть до 30 апреля, то есть до самого затмения, а в районе 20 апреля туда перейдет и солнце в знак тельца. То есть, получается такой достаточно сильный акцент на земную стихию, то есть на вашу. И это поможет вам чувствовать себя в апреле более благополучно, более стабильно, более прогнозируемо. первая же часть апреля вплоть где-то до 5 апреля, начиная с 1 апреля до 5, не очень такая спокойная для вас, напряженная. Здесь достаточно много конфликтов, здесь достаточно много какого-то такого, ну может быть, пустых надежд, пустых ожиданий. Ситуация может достаточно сильно уже поменяться где-то в районе 5 апреля, когда планета Венера перейдет в знак рыб. Если вы знаете, Венера переходит в знак рыб, а значит попадает в ваш символический седьмой сектор. То есть попадает тот знак, который отвечает за значимых для вас людей, значимые для вас отношения, за ваших партнеров, а также за ваших врагов. Но Венера в седьмом доме в символическом это почти всегда не про врагов, а наоборот про людей, которые вам симпатичны и интересны. Так что такие люди явно появятся в среде вашей, начиная с 5 апреля, и в принципе актуальна вот эта ситуация будет вплоть до начала мая. Так что я думаю, что апрель помимо всего прочего может принести вам еще и любовную тему. Тем более не стоит забывать Венера, которая управляет тельцом, а всю эту затменную тему в солнечном затмении в тельце также направляет и на отношения в том числе. Так что обратите внимание на то, что в теме любви будет удачное истечение обстоятельств, скорее всего, в апреле. Это первое. Второе, в отношениях с другими людьми просто отношения будут налаживаться, будет проще получать от них помощь, благоприятную обратную связь, поддержку. Это будет на руку многим из вас, особенно тем, кто сейчас ищет какой-то поддержки, кто хочет, чтобы ему протянули руку помощи. И третий момент это то, что Венера всегда отвечает за благосостояние. Поэтому я думаю, что именно сотрудничество в этом месяце даст вам возможность не потерять ничего в финансах, а даже финансовую ситуацию и улучшить. Что касается самого затмения, то, как я сказала, случится оно в самом конце, но начнет оно сильно на вас влиять уже во второй половине месяца. И затмение как раз может принести решение тех дел, которые перед вами стоят как задача. Затмение может принести очень важную и значимую для вас ситуацию, которая вам будет крайне выгодна. так что в целом я говорю о том, что затмение удачное и вся вторая половина месяца из-за этого может реализовываться ровно так, как вы хотите. Весы. Для вас апрель будет временем очень активным и скажем так, ну с достаточным вызовом. Дело в том, что новолуние и полнолуние этого месяца происходят на вашей оси, да, то есть на вашем знаке, в знаке, который вам противостоит, противолежит, если так можно сказать, это в знаке Овна. Правда, новолуние произойдет именно в Овне, а вот полнолуние 16 апреля будет в вашем знаке, в знаке весов. Кстати, затмение, которое произойдет в самом конце апреля, 30 числа, тоже будет иметь отношение к вам, но непосредственно не по знаку, а по управителю. Дело в том, что оно произойдет в знаке Тельца, а им управляет та же самая планета, что и вами, планета Венера. Так что у вашего управителя вообще в этом месяце будет много задач, а значит, так или иначе, это все будет и проецироваться на вас. У вас тоже будет активный и крайне результативный месяц. Вообще, когда происходит новолуние и полнолуние на оси, на которой находится наше Солнце, то это один из признаков того, что у нас достаточно переломное время идет в жизни. Может быть, оно не судьбоносное, да, вполне возможно, что это не те события, которые, не знаю, изменят всю нашу жизнь, но однако же это тоже значимый период, в который могут произойти ситуации, начаться, закончиться ситуации, от которых мы так или иначе зависим. Но вот, кстати, начало месяца и происходящее здесь новолуние в знаке Овна говорит о том, что вся первая половина месяца будет связана с отношениями с другими людьми. На это надо иметь, ну, скажем так, не иметь, а на это надо упор делать, когда вы будете предпринимать попытки что-то сделать, добиться какого-то результата. То есть в коллективе в первой половине месяца его будет добиться намного реальнее, намного возможнее, чем в одиночку. Ну, в принципе, для вас это, наверное, не новость, да, вот, это первое. А второе, это то, что очень значимым будет задача взять на себя какую-либо ответственность или даже роль лидера в этом коллективе, да, то есть вот появится необходимость это сделать. С другой стороны, вы все-таки сейчас в этом апреле находитесь в некотором таком по отношению к другим людям, в некотором таком, может быть, романтическом настроении или сентиментальным слишком. Вы много готовы уступать, мы много готовы помогать и даже жертвовать другим людям за счет того, что планета, которая вами управляет, попадает в знак, связанной с жертвой, связанной со служением, связанной с необходимостью и возможностью ну, скажем так, отодвинуть на второй план свои интересы и вот главенствующим сделать интересы других людей. Вообще это не очень для вас такая характерная история, вы все-таки в такой позиции вин-вин находитесь, то есть победа-победа, такая взаимная, но вот сейчас вполне возможно, что вы уступите например пальму первенства ровно потому, что не потому, что человек по справедливости на самом деле может претендовать на эту роль лидера, а потому, что вам кажется, что вы его таким образом поддержите, дадите ему то вдохновение и воодушевление, которое ему сейчас очень необходимо. Подумайте об этом, особенно в первой половине месяца это возможно и как ни странно это может человеку принести не очень хорошую поддержку и такую медвежью услугу и совершенно его не разовьет и никуда не продвинет. Есть несколько важных дней, обратите на них внимание, это время с 16 по 19 апреля, когда у вашего управителя будет аспект и к Урану, и к Меркурию и для вас это время кризисное, здесь могут быть сложности, во-первых, здесь могут прийти та информация, могут произойти те разговоры, которые вы неправильно интерпретируете и это, скажем так, привнесет в вашу жизнь дезинформацию и вы на основе нее сделаете какие-то неверные выводы и шаги. С другой стороны, придут обстоятельства в жизни, которые вы не различите, как удачные. Вполне возможно, что вы даже от этой перспективы отмахнетесь, это вот особенно в районе 18 апреля. Поэтому к тому, что будет происходить 18 апреля, будьте более внимательны и более чутки. Ну и, конечно, само затмение. Ну, во-первых, нет, полнолуние, вот о нем не сказала, оно произойдет 16 апреля в вашем знаке, да, и время с 14, по сути дела, по 20 апреля у вас такое самое значимое, самое яркое, основополагающее. Вот здесь могут произойти действительно те события, которые непосредственно к вам имеют отношение и как-то вас будут ориентировать в дальнейшее, что будет происходить в дальнейшем. То есть закладка здесь идет какого-то такого долгосрочного проекта в вашей жизни. Ну и затмение тоже это все просто фундаментом каким-то обложит в вашей жизни, то есть делает это очень прочным, базовым это событие. Само по себе затмение, как я сказала, не резонирует с вашим знаком, поэтому я немного еще о нем расскажу, когда буду рассказывать о затмении по знакам, да, но могу сказать, что для вас оно не плохое, не хорошее. Оно, я думаю, с оттенком нейтральности в вашей судьбе произойдет, но однако же многое зависит от того, как у вас реагирует ваш личный прогноз на это затмение. Если, конечно, у вас есть значимые показатели в Тельце, в Скорпионе, в Адалее и Льве, это планеты с определенными градусами, где-то с 8 по 12 градус этих знаков, то тогда, конечно, это значимые для вас затмения. В противном случае навряд ли. Скорпион. Ну, этот месяц, как и следующий месяц, это месяца, в которых вы будете проживать гамму различных событий. Все начнется, конечно, в этом месяце, а продолжится в следующем. И я думаю, что не завершится до конца года точно, потому что все затмения до конца года ваши. Вы соберете все. Все просто зависит от того, в каком градусе у вас солнце находится, потому что какое-то затмение будет меньше с вами резонировать, какое-то больше, но однако все коридоры затмений и осенние, и весенние будут так или иначе в вашу жизнь носить что-то новое. Пришло время серьезных обновлений. Оно пришло после сложного квадрата между Сатурном и Ураном, который преследовал вас в прошлом году, ваш знак преследует он и в этом году частично, но уже не так ярко, как это могло бы быть. Но тем не менее, да, вы второй год под серьезным шквалом различных ситуаций, различных вызовов, и вот апрель это вот один из тех периодов, когда могут произойти очень серьезные события в вашей жизни. Это связано, конечно, с затмением, которое произойдет в 11 градусе Тельца в самом конце этого месяца. Телец это знак вам противолежащий, все, что происходит в нем, отражается на вас. Поэтому, когда в него, например, зайдет Меркурий в районе 11 апреля и будет там ходить до конца апреля, это говорит о том, что все ваши, все ваши общения, вся ваша коммуникация, все эти новости, которые будете ожидать, будут приходить от значимых людей с одной стороны и вообще вас ждет очень-очень значимое время в создании наведения каких-то таких вербальных мостов с другим человеком. То есть обратите на это внимание. Прекрасное время для того, чтобы заниматься надверкингом, то есть созданием вот этих вот социальных связей. Тем более Венера будет ходить с 5 апреля в знаки, который имеет к вам непосредственно отношение. Это знак рыб. Он вам благоприятствует, этот знак. Так что вы крайне обаятельны. Вы настроены на содействие, на соучастие с другими людьми. Вы открыты в достаточной степени, насколько это в принципе вообще возможно. И вообще вы открыты к тому, чтобы происходило что-то важное и значимое в вашей жизни. Вот у вас такой период, знаете, когда вы готовы в этот риск войти, в эту неизвестность и в этой неизвестности, в этом риске, как ни странно, я думаю, что вы завоюете симпатии многих людей. Это первое. А второе, это конечно то, что в вашу жизнь может войти и очень яркое знакомство, очень значимый человек и в профессиональной теме, и в личной теме, и настоящая любовь. Уважаемые скорпионы, обратите на это внимание. Также в середине месяца ваш второй управитель планета Марс меняет знак и из водолея переходит знак рыб. Опять-таки явная настройка на такую сентиментальность, на поддержку, на соучастие, на содействие, может быть, даже на некую жертвенность. Здесь ну вот, как бы, эта сонастройка, она уже начинает очень сильно чувствоваться. Так что вся вторая половина месяца, она очень романтичная у вас, или, по крайней мере, крайне такая творческая. Ну, для вас это, наверное, хороший признак. Все-таки у вас были суровые. Прошлый год у вас было суровое, в принципе, начало этого года и конец предыдущего. Так что, мне кажется, вам немножечко можно расслабиться. Вот как ни странно, за счет вот этих затмений этого коридора, это расслабление наконец придет. Однако же, обратите внимание на прям дни затмения где-то с 28-го начиная апреля, потому что Плутон, ваш управитель основной, будет разворачиваться в ретроградное движение 29-го апреля и до 9-го октября он будет идти ретроградно. Так что, последний виток его по Козерогу может оказаться для вас временем закрытия очень длительных, больших программ, связанных с обязательствами, связанных с какой-то ответственностью. В вашем случае это важная тема, вне зависимости от того, какого вы дня рождения. То есть, если вы солнечный скорпион, то для вас вот этот последний виток Плутона по Козерогу это закрытие всех ваших 15-летних больших программ. Имеет смысл понять. Это не тема как таковая апреля, как вы понимаете, это больше тема даже, наверное, мая и всего лета, потому что там как раз летом ретроградность Плутона будет наиболее очевидна. Но вот это последние несколько дней апреля это затмение как бы включит какую-то такую у вас кармическую программу, связанную с закрытием, резюмированием того урока, который вы получали в ближайшие 15 лет. Стрелец. Ну что ж, у стрельцов в этом у вас в этом месяце ну интересные события вас ждут, но с другой стороны знаете, я уже как-то привыкла говорить, что ну вот же коридор затмений и вот опять затмение на вашей оси, но не тут-то было. Затмение-то с вашей оси уже ушли, они теперь на оси Телец-Скорпион и да, затмение у нас приближается. Первое затмение будет 30 апреля, 2 и 16 мая, но уже не ваша ось. Не могу сказать, что вас совсем не коснется, там есть определенные события, связанные с вашим управителем, но о них немного позже, именно когда я буду рассказывать про само затмение, да, это не в этом ролике, в этом ролике я просто расскажу, что будет в апреле месяце. В апреле месяце будет очень важное событие, Юпитер будет соединяться с Нептуном, это ваш управитель получается, планеты Юпитер, будет соединяться с планетой, которая отвечает за большие социальные процессы в нашей жизни. В принципе, если вы смотрели общий прогноз по апрель, то вы понимаете, что это связано с новой идеей, новой идеологией, которая рождается в этот период, но в вашей судьбе это скорее всего может отразиться на том, что действительно появится потребность на совершенно как бы, во-первых, переоценить все, это вот как раз где-то на середину апреля попадет вообще эта потребность, а второе, это также, скорее всего, и дезориентация некая, то есть, как будто бы в апреле вы потеряете ту цель, то ощущение, ту перспективу, ради которой вы шли вперед, то есть, в этом смысле апрель станет для вас, несмотря на то, что затмения уже не на вашей оси, они на вас никак не влияют, но, к сожалению или к счастью, по другому транзиту, да, появится необходимость опять попасть в какой-то определенный кризис, он может быть не такой мощный, как это было бы на каком-нибудь затмении на вашем знаке, вашем знаке, но, тем не менее, серьезным образом может притормозить ваше развитие в этом месяце, и особенно вот для вас будет кризисными время с 10 по 17 апреля, вот именно из-за того, что будет снижение Юпитера и Нептуна, а потом еще и дополнится это полнолунием, а полнолуние, вы знаете, да, это время, когда все встает на свои места, все проясняется, и если у нас кризис начался перед полнолунием, то он вот просто, знаете, как будто бы как это, как скатерть самобранка, все, все сразу выкатывает там, всю проблему, всю широту, масштаб и глубину того, что с нами происходило перед этим несколько дней. однако же, однако же, имеет смысл также еще обратить внимание на проход планет Либида, Венера и Марса по знаку Рыб. Знак Рыб противостоит от вас на 90 градусов, то есть он находится на расстоянии, которое символически обозначает препятствие. Поэтому, когда туда попадают две планеты, отвечающие за любовную тему и вообще за возможность и реализацию отношений в нашей жизни, один из признаков того, что нам придется этой теме уделять много внимания, это первое, а второе, то, что в ней, скорее всего, тоже будет не все гладко и не все в порядке. С большой вероятностью будет потребность, ну, скажем так, потребность в том, чтобы отдать не то, что пальму пеленства другому человеку, а может быть больше попасть в услужение другого человека, да, как-то вот, несмотря на то, что вы лидер по своей натуре, но все-таки вот эту всю лидерскую свою, все свои, все свои доспехи лидерские снять, да, и вот, скажем, стать вассалом какого-то другого человека, служить ему верой и правдой, и где-то с 5 апреля и до конца месяца это вполне реально, то есть вы потеряете некие свои лидерские позиции, но при этом вы в какой-то мере и потеряете и потребность идти вперед и вести за собой других, если, ну, вы были последнее время в такой роли. В общем, время кризиса, уважаемые стрельцы, не яркого, не очевидного, не сказать, что вы совершенно провальный период, но сказать, что он будет для вас продуктивный, я не могу. козерог. Для козерогов этот месяц будет очень интересным. Дело в том, что все лунацы этого месяца резонируют с вашим знаком. Во-первых, у нас произойдет новолуние в знаке Омна, это резонансная для вас новолуние, в знаке весов произойдет полнолуние, опять-таки резонансная полнолуние, а потом произойдет солнечное затмение в самом конце месяца в знаке Тельца и это опять резонанс. Но если полнолуние и новолуние будут все-таки напряженными для вас и они могут создать какую-то такую перспективу, необходимость действовать, необходимость брать на себя ответственность, необходимость где-то даже попасть в ситуацию серьезного конфликта и разногласий, то в вопросах солнечного затмения звучит больше возможность. Во-первых, звучит возможность поменять ситуацию, связанную с материальным благосостоянием, то есть явно это затмение принесет вам деньги, с большой вероятностью, если вы хоть что-нибудь для этого сделаете. Второе, это все-таки Венера будет ходить с 5-го числа по знаку рыб, управляя этим затмением и явно принесет в вашу жизнь какую-то тему любви. Вот, любовь будет с налетом большой романтики и возможно даже фантазией. То есть вы достроите образ любимого человека, вы сейчас ему можете приписывать те качества, те черты, которыми он не обладает, но это вполне даже может, как ни странно, не сыграть с вами ни одну злую шутку, а даже помочь вам просто легче, отключив критическое мышление, которым вы крайне сильно обладаете, оно у вас ярко выражено, войти в эти отношения и легко как бы вот в них существовать, легко им доверять. Так что время, как ни странно, козероги, несмотря на то, что суровое, но очень романтичное. А знаете, когда у нас время суровое и в то же время очень романтичное, козероги, вот вы, крайне сильно расцветают и становятся очень креативными и творческими. Так что я думаю, что апрель для вас будет временем действительно по-настоящему удачным. Обратите внимание на период с 5 по 16 апреля. этот период очень интенсивный для профессиональных и личных дел. Я думаю, что вот в это время нужно действительно планировать все самое важное, все самое значимое, то, что вы хотели для себя сделать. Также обратите внимание на переход 13 апреля черной луны в знак рака. Я не скажу, что это значимое событие именно для апреля, но это значимое событие на ближайшие 9 месяцев. Ведь на 9 месяцев черная луна поселилась в знаке, который противолежит вам, а значит создает для вас очень важные и значимые какие-то ситуации, связанные с другими людьми. Поэтому вот сейчас, вот с этого момента и до начала января следующего года, до 8 января вплоть, у вас будет много разных сложных ситуаций, связанных с другими людьми. И очень много будет кризисов, не очевидных, но таких ярко высвечивающих, ваши теневые стороны, все ваши страхи, все ваши искажения, связанные с другими людьми. Вот сейчас черная луна пришла в знак, который даст вам возможность понять, где вы постоянно западаете в какую-то проблему, где вы постоянно спотыкаетесь обо что в отношении с другими людьми, выявить это и наконец проработать. Так что время потрясающее для того, чтобы все поменять. Водолей. Для водолеев это интересный месяц. Во-первых, достаточно ярко работают два ваших управителя, и планета Сатурн, и планета Уран. С другой стороны, новолуние, происходящее в знаке Овна, 1 апреля, и полнолуние, которые происходят в знаке весов 16 апреля, очень благоприятно действует на ваш знак. Так что я думаю, что в целом движение вперед, продуктивность, какая-то динамика совершенно не упадет по отношению к марту, а может быть даже и намного ярче станет звучать. То есть это продуктивный для вас месяц. Но есть еще один момент, это солнечное затмение, которое произойдет в знаке тельца. К нему у вас квадрат, то есть вы в напряжении по отношению к знаку, в котором происходит солнечное затмение, а значит вся вторая половина месяца начиная 16 апреля она в принципе настраивает вас больше на такую агрессию, на потребность защитить свое, отстоять свое или на необходимость от чего-то отказаться. Про это солнечное затмение и про следующее затмение лунное, которое будет в этом коридоре затмений до весеннего я еще буду рассказывать в отдельном видео. Поэтому здесь вас предупрежу, что с вопросами связанными с материей, с принадлежностью вам чего-либо или кого-либо. Если так, если вы считаете, что у вас, ну как бы вам какой-то человек принадлежит, хотя бы не сказать, чтобы собственник, но такая подноготная у вас это все-таки есть. Как ни крути, в любом водолее умер лев. Так что львы, они великие собственники. Так что я думаю, что здесь и вопрос отношений очень громко будет звучать в этом месяце и вопрос финансов. Но, тем не менее, как я сказала, месяц дает много возможностей. С 5, нет, с 3 по 10 апреля очень удачное время для любых новых начинаний, для любых стартов. Разговоры, поездки, все пройдет достаточно удачно, если будете использовать шансы. Само по себе в руки ничего в этот период не придет. Время с 12 по 19 апреля удачное для того, чтобы исполнять свои обязательства, ну, в плане того, что вы будете исполнять обязательства, а вас люди будут за это хвалить и говорить, какой вы молодец, отмечать это, замечать это. И это удачное время для новых знакомств. Для новых знакомств прекрасное время для того, чтобы и в романтической теме что-то поменялось, например, новый человек вошел в жизнь, и в теме профессиональной какие-то новые знакомства или улучшения климата в отношениях со значимым для вас человеком. Ну, а где-то вот начиная с 20 апреля уже более такое время напряженное, кризисное вас ждет, и здесь будет борьба за ресурсы происходить. Рыбы. Ну, а для вас это очень-очень яркий месяц, и, пожалуй, вы фаворит в плане того, как действуют небеса на вас, да, и насколько вы-то в такой зоне внимания небес сейчас. Ну, пожалуй, вот вы, тельцы, это вот два самых таких ярких знака в апреле. Ну, оцените. Во-первых, ваш знак 5-го числа переходит планета Венера, и она будет там весь апрель. Во второй половине месяца, 15-го апреля, Марс переходит в ваш знак, и он будет там до конца мая. Дальше в районе 12-го апреля, это перед полнолунием, перед началом коридора затмений, происходит соединение двух ваших управителей Юпитера и Нептуна в вашем знаке. Это только три, но достаточно значимых показателя на то, что сильно сакцентировано внимание на вашей энергии. У вас действительно могут произойти в этом месяце очень важные события, связанные с любовной темой, денег, профессионального развития и даже обретение своей цели. Особенно если была сложность тем, чтобы понять куда я иду, ради чего я все это делаю, ради чего я каждый день встаю, хожу на работу или ищу как-то для себя какого-то наилучшего пути для развития, то вот апрель это время самоопределения для вас уважаемой рыбы. Не пропустите это время. То есть что такое меня спрашивают, что такое не пропусти? Ну понятно для некоторых это как вызов, как напряжение, опять надо что-то делать, но не всегда, не всегда и не в вашем случае вы знак интуитивный, вам знания приходят не из книжек, они приходят скорее даже не из экранов там ваших компьютеров или гаджетов через какие-то там ютуб видео, они приходят как такое интуитивное прозрение, оно может рождаться в том числе и за счет той информации, которую вы получаете, но это лишь такой некий первоимпульс для рождения этого. То есть я о том, что вас интуитивное прозрение какое-то ждет в ближайшее время. Кстати, в вопросах интуиции очень могут помочь здесь сны. Вы вообще тот знак, у которого открыт этот канал, канал вот этих вот образов, канал вот этого метафорического видения будущего, метафора, сон и метафора, сон по сути дела чаще всего построен по образу метафоры с точки зрения той информации, которая нам выдается. Так что на сны обратите внимание, особенно в первой половине этого месяца. А вся вторая половина месяца она у вас в целом дана вам для того, чтобы реализовать то, что вы хотите в первую очередь в материальном плане. Обратите внимание, что вопросы материи, заработка, источников дохода, улучшения благосостояния, может быть улучшение жилищных условий выходят на первый план во второй половине месяца, становятся главенствующими и в них очень удачное стечение обстоятельств. Поэтому где-то начиная с 20 апреля и в принципе до конца этого месяца и даже до начала мая, там в мае уже расскажу об этом поподробнее, вот это затмение в тельце, оно принесет вам новые возможности именно в материальном плане.